Казалось бы, кому может прийти в голову мысль обидеть, скажем, кошку или собаку, однако случаи жестокого обращения с животными не так уж и редки. Более того, жертвами становятся даже домашние питомцы, которые по всем правилам жанра, наоборот, должны быть окружены теплом и заботой своих хозяев. Специалисты отмечают, что от людской жестокости страдают не только собаки и кошки, но также и птицы. К примеру, в прошлом году на водоеме Брестской набережной были найдены останки белого лебедя. Кто-то явно рассматривал пернатого в качестве ужина. Итак, что изменилось с принятием новой статьи и какое наказание понесут те, кто измывается над братьями нашими меньшими? По новой статье 339-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь жестокое обращение, которое привело к гибели или увечью животного, совершенное из хулиганских, корыстных, иных низменных побуждений, либо в присутствии заведомо малолетнего, наказывается общественными работами или штрафом. Более того, у мучителей есть перспектива попасть на исправительные работы на срок до одного года или арест. Однако на этом статья не заканчивается. За то же действие, совершенное повторно или группой лиц, можно получить наказание в виде ареста или ограничения свободы на срок до одного года или лишения свободы на тот же срок.